все поехала поехала сразу едешь? да да но я на мир приветствую приглашаю это время провести вместе со мной ну что дорогие друзья наверное сегодня это как таковая моя последняя поездка по очень важным делам это время я уделила своему здоровью к сожалению здоровье подвело и пришлось принудительно уделить внимание своему здоровью сейчас я еду снова на правый берег реки так у нас называемый правый берег города это достаточно далековато вот по определенным техническим причинам дорог я не буду ехать туда на машине я доеду часть пути на машине потом я пересяду на маршрутку и фить-фить туда и обратно сегодня у меня очень важное обследование как всегда я его сама себе назначаю вот врачи редко когда именно на этот фактор обращают внимание а я уделяю очень важное внимание энцефалограме энцефалограме ну обычно это обследование делается в пубертатном периоде но в последние годы то что происходит с людьми возраста плюс и после перенесенного коронавируса показала мне то что это обследование обязательно если есть проблемы с самочувствием голова неврология приступы волнение гиперактивность бессонница но врачи не считают это как бы обследованием и обычно только в детском возрасте нас начали у меня ситуация после перенесенного коронавируса она к сожалению не только не уменьшается она наоборот расцветает пышным цветом скажем так но я почему-то сегодня думаю что пройдя год я надеюсь на то что я надеюсь на то что может быть может быть какой-то обратимый процесс произошел дорогие друзья у нас здесь такое место ужасно ужасные на дороге поэтому ищем любые возможности объехать нереальные ямы поэтому я на я на еду на позитиве принять любую информацию но к сожалению то что я говорю что с каждым годом не уменьшается очаг а наоборот увеличивается вот исходя из этого никакое лечение которое не дает невролог не дает не облегчение поэтому надо принять как данность но все равно я работаю в этом направлении ралли борис то как борис то как нет слов для выражения и эмоций дорогие друзья как вот эти вот там пятьсот метров водителя могут вести в негодование просто в негодование просто в негодование вот поэтому и в связи с тем что на правый берег города мы практически никогда не ездим никогда 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 от слова совсем никогда ну кроме вот ситуация связана с медицинском центром которого делает обследование на правом берегу я хочу сегодня еще уделить внимание пройтись по определенным магазинам это магазины ткани и конечно же зайти на рыночек как всегда кто о чем а я от цвета вот я взяла с собой такую сумочку пакетик в смысле о том что а вдруг я что-то из цветочков подкуплю правда правда хотя сдерживая себя понимаю что это все эмоции сейчас у нас время минимализма правда хочу вам сказать что иногда в саду можно иметь одно растение которое привлечет внимание будет центром твоего сада будет талисманом своего твоего сада так как я вот вчера высадила брукмансию вот это действительно труба ангела и в общем то имея такое растение все остальное можно от всего остального можно отказаться но женский характер знаете вот как говорится я же отказалась от сахара я не ем хлеба значит я могу позволить себе какой-то цветочек вот поэтому я хочу пройтись еще по правобережному рыночку хотя сегодня только вторник но я думаю что будут бабушки выносить цветочки из своего сада и мы таким способом все равно украсим свой мир цветами и позитивом хочу резюмировать сейчас перед тем как мы будем смотреть другие сюжеты моей сегодняшней дороги что действительно пришло время уделить внимание здоровью если вы сами самостоятельно даже с точки зрения профилактики не уделите внимание особенностями своего здоровья именно в этот период весенний период то правда 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 обстоятельства все повернут так что потом придется в кризисном состоянии то есть вот где у вас слабое звено вот сейчас обязательно весна сейчас дойдут обострения сегодня у нас сегодня у нас сегодня у нас сегодня у нас 9 апреля вчера было солнечное затмение но вы видите практически ничего не произошло обычный день ну как говорится это все может произойти чуть позже но жизнь и жизнь она всегда в общем то приносит какие-то экстремальные события поэтому не надо привязываться никакому полнолунию а лучше прислушивайтесь к магнитным бурям сильные магнитные бури до 11 апреля вот еще 3 дня после может организм штормить вот это будет самое важное и то что я сделала такой репост о том что сейчас состояние у многих абсолютного отсутствия в реальности и я хочу сказать что не бойтесь это не проявление деменции или там каких-то там особенностей это защитная реакция потому что для многих ну вот в данном случае я хочу сказать что это состояние может быть как раз выход из той сложной ситуации в которой сейчас находится весь мир поэтому пожалуйста старайтесь немножко абстрагироваться огрешаться входить какую-то нирвану скажем так то есть создавать в себе больше нейтрального такого состояния мне кажется вот раньше у нас была такая проблема что мы не могли о чем-то не думать женский мозг он всегда о чем-то или о ком-то думает правда же правда же а вот в последнее время может быть это только я вы напишите в комментариях ощущаете ли вы что есть такие периоды у вас полной полной пустоты то есть никаких мыслей никаких ощущений нет действительно как будто вы под каким-то таким гипнозом сейчас будет такое время это действительно для того для того чтобы пережить определенный период жизни надо вот окунуться ну это может быть тишина но скорее всего это не та тишина когда просто тихо спокойно нет это вот ощущение и не безысходности и нет это вот именно состояние нахождения в каком-то пространстве в какой-то невесомости вот ситуация напряженная я сейчас вижу как мужчина у нас очень сильно сдают эмоционально очень сильно сдают эмоционально мужчины физически как они сдают ну такова жизнь и надо принять эту реальность это ужасно это страшно это невозможно так сейчас я оставляю машину на стояночке пересаживаюсь на маршруточку и буду ехать на правый берег на обследование результаты будут сразу не знаю поделюсь я с вами или не поделюсь ну все будет зависеть вот полученного результата пожелайте мне удачи я надеюсь повернуть процесс вспять это то когда говорят этого быть не может но мы докажем что это может быть все дорогие друзья я прошла обследование еще попросила дополнительное обследование узи сосуда или доплер мы говорим ну что что когда я пришла на обследование это энцефалограмма головного мозга повторяю обычно ее делают только в пубертатном периоде но последние годы особенно после коронавируса делают и людям которые корона могла дать осложнения по неврологии и я настраивалась на то что я здорова что меня никаких очагов не обнаружат несмотря на то что совсем недавно мне было очень плохо с приступом я все время твердила я здорова у меня хорошие результаты обследования никаких очагов у меня нет энцефалограмма это ветер вешают такие проводочки вокруг головы и идет импульс такого света и вы не поверите я как бы свой взгляд повернула вовнутрь в глубину и как рентген я начала видеть то что у меня структура головного мозга какая даже если я видела какие-то там темные пятнышки я быстро их превращала в светлые пятнышки я понимаю что это эффект плацебо что это самовнушение но внушение было очень серьезное и вера надежда любовь была на то что я здорова и когда мне вынесли результаты обследования я вернулась к доктору и я спросила доктор я здорова и он сказал да вы здоровы мы еще успели сделать еще одно обследование сосудов шеи потому что с чем это связано состояние вы знаете он мне настолько доходчиво и популярно объяснил что наша голова может болеть от сердца и самое главное от того волнения страха тревоги которые каждая женщина испытывает сейчас за своих детей родных близких и он со мной провел такую беседу по поводу ну мне такое впечатление что знаете надо отрешиться от этого мира только для того чтобы остаться жить а не выживать по сосудам конечно никого из нас не бывает все благополучно это тоже достаточно серьезная проблема но самое главное дорогие друзья что я здорова вы можете меня с этим поздравить поэтому включайте все что можно с самопознанием и ваш организм включит самоисцеление будьте здоровы берегите себя свое здоровье женщины все болезни от нервов включит 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 напитание развертие что